Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Если ангелы созданы Богом, почему один из них возгордился? Здесь, видите ли, правильно рассуждает вопрошатель, что Богом созданное прекрасно, но не учитывает то, что ангелы и люди созданы не только прекрасными и могущественными, но и свободными Пребывание в вечности предусматривает для них возможность только в том случае, если они сами, подобно Богу, обладают свободной волей Именно таковы бесплотные духи, силы небесные, часть которых стала силами-вражьями в отношении Бога и человека И также почтен свободной волей и человек Мало того, это и есть как раз высшее доказательство величия и совершенства нашего Творца Что он был способен создать даже иную свободную волю, подобную его Именно поэтому при всем величии и могуществе, совершенстве и добродетельности, в которых был создан и мир бесплотных ангелов Возможность к падению оставалась К тому же Пал не какой рядовой, а по преданию церковному Деница То есть тот, кто представлял из себя архистратига всех прочих небесных сил И был почтен особым совершенством, величием и могуществом Оставаясь таким образом единовластно возвышенным над прочими Вместо благодарения Богу и сугубого в отношении Его служения, прославления Он вознамерился сам быть равным Богу Почему и низвержен с небес и добровольно увлек за собой часть бесплотных сил небесных Не все ангелы пали, ибо имея свободу не падать, многие ею воспользовались Некоторые, однако, и пали Имея эту свободу, воспользовались ею к себе, для себя на погибель Таким образом, особое божественное творение Особым искушением оказывается подвержено Как и человек Если бы был лишен свободы нравственного выбора Обречен на хорош, оказался бы Вынужден на хорош То не мог бы он и помышлять о вечном единстве с божеством Ибо бесконечно далеко от него бы отстоял Но, будучи почтенным образом подобием Божьим Человек также несет ответственность за свой нравственный выбор Имея возможность и уклониться от пути спасительного Потому и ангелы Не все пали, но те, кто пожелал пасть Почему они упали нераскаяно? По предположению святителя Василия Великого Потому что пали в то мгновение, когда были созданы Еще вне времени, но уже при начале творения В первое мгновение творения Потому их падение обнаружилось сразу И нет им времени для покаяния Поскольку все с ними происходящее происходит вне времени Таково свойство бытия бесплотных сил Предполагается в шестодневе святителя Василия Великого Но Господь не лишает промышления и самих духов злобы Ибо именно в них превратились падшие ангелы Но промышляет о них следующим образом Во-первых, предоставляет им действовать в соответствии с их злобой Не полностью прерывая их бытие, существование Во-вторых, ограничивает их злобу своим божественным промыслом Сообразовываясь с пользой, которая может принести это испытание людям И не все, что хотят злые духи, дано им осуществлять Ну и, наконец, Господь промышляет о вечном положении О вечной участи этих падших духов Уготовив им озеро огненное Которое не для людей, но для бесов Предуготовано по свидетельству самого Христа Так что падение части ангелов Их собственный выбор И в этом нераскаянном отпадении от Бога Они имеют некоторый доступ испытывать живущих С тем, чтобы в озере для них приготованном, огненном Оказались бы и те, кто предназначены к вечной жизни В блаженстве Пресвятой Троицы Ну а наше дело быть бдительными И помня, что нам небезызвестны замыслы лукавого Противостоять им благодатью Божией С крестом, молитвой, постом и благодарением Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok